12+. Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим... Только самый большой, а дом это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат». Добрый день, это программа «Магистрат». Меня зовут Виталий Демарский. Я заменяю ушедшего в отпуск, постоянного ведущего этой программы Арсения Веснина. Но заменяю не без интереса, поскольку сегодня у нас такая какая-то новая тема, на которой мы еще никогда не говорили. Но у меня там есть вопросы. Я надеюсь, кстати говоря, уважаемые слушатели, что и у вас по этой теме есть вопросы. И мы даже договорились с нашим сегодняшним гостем, сейчас я вам его представлю, что, может быть, мы даже во второй части нашей программы включим наш телефон и поговорим со слушателями. Поскольку теперь дошла очередь и до гостя Дмитрия Орлов, генеральный директор петербургского филиала крупнейшей компании «Рус Аутдор». Это компания наружной рекламы. Да. Да? Добрый день. Все верно. Добрый день. Дмитрий, у нас, видите, подряд два Орлова. Сначала спортивный Орлов, теперь рекламный Орлов. Мне кажется, что, как видите, наружная реклама, любой горожанин каждый день с ней встречается множество раз. Он не всегда о ней задумывается. Но вот сейчас мы хотим, чтобы в течение нашей программы он задумался над этим явлением ежедневным, действительно, городским. И кое-какие проблемы, может, пусть какую-то информацию насечет, я надеюсь, в течение нашего эфира мы получим. А вам, еще раз обращаясь к нашей аудитории, как всегда, предлагаем каналы связи с нашей студией. Это смски плюс семь девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь два нуля. На ютюбе работает канал «Эхо Москвы» в Петербурге. Опять же, как я каждый раз говорю, надеюсь, что это так. Так, поскольку не я включаю, да, меня подтверждает, что должно все работать, да, сейчас в прямом эфире, вижу, уже вижу. Там тоже есть возможность для переговоров, для разговора. Так что можем начинать, да. Дмитрий, ну, первый вопрос, первый вопрос такой, он такой чисто правовой, я бы сказал. Вот эта наружная реклама, я знаю, естественно, поскольку мы тоже этим занимаемся, что есть закон о рекламе, да, безусловно. И вы подчиняетесь, любая реклама подчиняет закон о рекламе. Есть ли какие-то специфические правовые нюансы, я бы сказал, именно для наружной рекламы? Может быть, я не знаю, может ли она быть звуковая, условно говоря, то есть связанная с тем, что она каким-то образом воздействует на потребителей этой рекламы, вот именно в городе, то ли на улице, дома там и так далее. Спасибо. Если говорить о наружной рекламе, то помимо федерального закона о рекламе, также каждый субъект федерации, в данном случае Петербург, принимает схему размещения объектов наружной рекламе на своей территории. И, в принципе, в рамках этой схемы размещения и принятых форматов в городе по итогам конкурса определяется пул победителя операторов, и операторы ведут свою деятельность. Вот. Схема ограничивает точки размещения, виды размещения, то есть это крупные форматы билборда, самый распространенный формат 3х6, и уличная мебель. Давайте на всех случаях расскажем, что такое билборд. Это вот то, что вот стоит такой большой, прямоугольный. Да, размером 3х6 метра. Большое прямоугольное. Да, есть еще крупные форматы 5х12, это в основном на больших магистралях, это вот на высокой ноге стоит. Вид. Далеко его видно, ярко освещенный, в хорошей локации. Это называется суперсайт. Крупный формат. И также различные, называются городской либо сити формат. То есть это лайтпостеры на остановках, то, что мы видим, отдельно стоящие. Это тумбы. Это вот тумбы, можно сказать, особо. Это петербургский формат, это вот правоприемники сейчас театральных тумб начала прошлого века. А, такие круглые, да? Да, да, да. И все, это все форматы. А вот, допустим, то, что где-то что-то светится, какие-то буквы или какая-то информация светящаяся, это не вы? Ну, это крышные установки, это немного другое, это все-таки информация, это размещают как, собственно, собственники объектов. То есть это размещается на офисных зданиях, на каких-то промышленных зданиях, на жилых зданиях размещаются также крышные установки объекта рекламы. То, что мы видим с вами, например, на Петровской набережной, на Московском проспекте. То есть вы как бы к зданиям, вы на здания не претендуете, вы только там на улицу. Мы относимся опосредованно. Нет, у нас есть некоторые объекты на зданиях в рамках ранее выданных разрешений, мы ими оперируем. Но в основном, конечно, это, в основном, собственно, это собственники этих объектов. Ну, знаете, вот такая всегда существует такая некая противоречия, с которым, собственно говоря, и мы сталкиваемся. Нам же сколько пишут, как надоела ваша реклама, да? Нам, я имею в виду, в эфир, да? И вообще народ, с одной стороны, рекламу не любит, а с другой стороны, ее потребляет. Это же как вот наружная реклама, если вам жалуются на наружную рекламу, вот, горожане? Здесь я скажу, что мы не уникальны и не одиноки, в принципе, не только россияне, но и во всем мире отношение к рекламе, да, более-менее у, скажем так, рядового потребителя одинаковое, да. И у того или иного канала, рекламного канала, канала общения с потребителями, есть антирейтинги, иногда достаточно высокие. Тут хочу отметить, что у наружной рекламы как раз один из минимальных антирейтингов, так как мы ее не навязываем. То есть, объект стоит и, в принципе, горожанину ничего не мешает. То есть, мы навязываемся меньше всего. Мы прерываем программу, да? Да. Конечно, и мы мешаем рекламу. Если говорить о телевизоре, об интернете, о других средствах массовой информации, мы в этом плане обладаем наименьшим антирейтингом. Но, тем не менее, конечно, потребитель меняется, периодически возникают вопросы, что что-то кому-то мешает. Мы вообще говорим о том, что в рамках развития современного общества, города, городских агломераций, мы бы видели наружную рекламу гармонично встроенной в городской ландшафт и в уличную архитектуру. И если мы посмотрим на самый успешный опыт, то есть это, например, в столицах европейских государств, в Париже, в Лондоне, то именно в этом направлении идет наружная реклама. Вот если мы посмотрим, Петербург сделал за последние годы большую работу, если мы посмотрим с вами на центр города, например, на тот же золотой треугольник, мы с вами увидим, что в основном реклама в центре города, она совмещена с какой-либо социальной функцией. То есть это либо пилоны на остановках, на основках городского транспорта, что, в принципе, органично вписывается, либо, как я уже ранее заметил, это, например, тумбы. То есть афишно-театральные, это некоторая история. Мне кажется, что это правильный выбор города был оставить в центре именно эти форматы. Слушайте, ну, конечно, безусловно, и у меня этот вопрос тоже был для вас заготовлен, вы об этом уже сказали, что наружная реклама, она, конечно, это часть, ну, если хотите, городского дизайна, да, безусловно, да. И вот с этой точки зрения, причем она довольно сильно меняет облик города. У меня просто есть мой личный опыт одного из моих любимых городов европейских, Праги. Я очень долго жил в Праге, работал там в социалистические времена, когда рекламы было очень мало. И сейчас, когда я туда приезжаю, я вижу, когда появился рынок, то, естественно, это увеличивает количество рекламы. И город, я вам хочу сказать, поменял свой облик из-за рекламы, потому что здания остались те же, понятно, да. Вот насколько это учитывается, насколько у вас в этом смысле есть взаимодействие или конфликт, может быть, с местными властями? Вот эстетика городская. Конечно, конечно, это учитывается. И комитет по городостроительству, архитектуре принимает непосредственное активное участие в определении формата, внешнего вида, объектов наружной рекламы. Мы с городскими властями находимся в постоянном контакте. Скажу вам, что отклик есть. Коллеги понимают, не повыюсь этого слова, коллеги понимают нашу позицию. Мы понимаем то, чего власти хотят от города, каким они его хотят видеть. Поэтому мы в активном диалоге. И я думаю, что со временем все больше и больше будет проектов успешных по гармонизации интересов, скажем так, города и бизнеса. И мы будем этим гордиться. Ну, сами по себе вот эти билборды, они ведь тоже технически, технологически совершенствуются все время. Я даже на моей памяти, я помню, сначала они просто появились, потом у них меняются две рекламы, теперь уже, по-моему, три рекламы меняются. Я уже не знаю, сколько там можно. Теперь появляются цифровые носители. Конечно, рынок не стоит на месте. Мы идем следом за потребителем. В принципе, можно, ну, в принципе, мы все с вами знаем о том, какое сегодня место занимает интернет в нашей жизни. В отдельных отраслях можно уже говорить смело о цифровой революции. Рынок нужной рекламы идет, также идет. В этом направлении, если посмотреть, в этом году на улицах города появилось большое количество цифровых экранов, именно билбордов, 3 на 6. Этот продукт позволяет клиентам по-другому коммуницировать с потребителями. Если посмотреть, в принципе, на опыт, опять же, скажем так, мировой, то уже появляется дополнительная реальность, 3D-реальность в рамках рекламных кампаний. Да, это наше будущее. Мы туда идем. Но при этом что-то запрещается? Были ли у вас случаи, когда вам там город запретил что-то? Сказали, это некрасиво или это будет мешать? Это будет там облик города портить? Не знаю, что. Не знаю, под каким придумом. Этот диалог не прекращается. Конечно, архитекторы, дизайнеры обеспокоены обилием цифровых носителей на улицах города. И, конечно, они думают о том, как это упорядочить. И отдельное отношение это к исторической центральной части города. Другая позиция по новым районам, это диалог. Его нельзя остановить, его можно только приостановить. Конечно, постоянно новые технологии появляются. Мы постоянно городу предлагаем, он смотрит, что-то регулирует. Легче, наверное, в новых районах, когда вместе с появлением самого района появляются, они там как бы органичнее вписываются. Конечно, вписать рекламные конструкции в уже существующую, тем более историческую застройку, это нетривиальная задача. Но, как я уже сказал, мне кажется, что мы с этим справляемся. Слушайте, а я сейчас подумал, а не являются ли ваши билборды носителями тех же камер слежения? На них ставят, нет? Знаете, которые скорость автомобилей контролируют или поведение пешеходов? Нет, не ставят, но потенциально, если у города будет такая задача, мы, естественно, рассмотрим возможность. Но на сегодняшний день таких проектов... Но это должно к вам МВД тогда обращаться, да? Ну, компетентные органы, в чью компетенцию это относится. А вот в таком случае вы им сдадите за деньги это место? Мы с ними обсудим это. Понятно. Но, кстати говоря, раз уже о деньгах заговорили, эта история, она приносит какие-то доходы городу? Конечно. Вы платите им, да? В рамках завершившегося конкурса в 2017 году мы платим городу за каждое место, утвержденную арендную плату. То есть, наружная реклама это как раз один из тех секторов экономики, который, в принципе, завязан именно на сам город, на его масштабы и развития. И это доходы напрямую поступают в казну. Вместе, признайтесь честно, на что больше всего жалуются? Ну, граждане жалуются же на вас. Ну, не на вас лично, конечно, да? Вот на эту наружную рекламу. Я не верю, чтобы не жаловались. Ну, есть, скажем так, стабильный поток жалоб, особенно в зимний период, или так назвать его осенний, наверное, весенний период. Это когда конструкции мешают уборке улиц, и горожанам некомфортно ходить, если из-за конструкции улица осталась не убрана. Но, скажем, большой поток таких жалоб уже остался в прошлом, потому что много таких конструкций в рамках утверждения схемы демонтировали. Они что, мешают снегоуборочной технике, в смысле? Да. Убрали такие конструкции и схемы, другие перенесли в менее проблемные места. Бывают жалобы, например, на подсветку, когда в результате, например, сильного ветра или еще что-то там забиваются освещение, и оно светит не в ту сторону, может быть, на какой-то там социальный объект. Мы это все оперативно реагируем, все исправляем. Мы внимательно относимся к жалобам граждан и стараемся все их удовлетворить, чтобы с обществом быть... Ну, я думаю, что довольно много и необоснованных жалоб, потому что у нас люди вообще любят жаловаться. Город большой, не без этого. Тем более на рекламу. Ну, у меня, конечно, подготовлены для вас вопросы, может быть, более неприятные, которые касаются содержания рекламы, да? Ну, во-первых, а нет ли, раз уж продолжил с этим предыдущий вопрос, а не жалуется ли на вас именно с точки зрения содержания? Не жалуется ли на вас, что реклама меня обманула? Она написала там, что какой-нибудь аппарат хороший, да, а он плохой. Не без этого, конечно. Ну, я так примитивизирую. Не без этого. В принципе, в Петербурге уже действует саморегулируемая организация, рекламный совет, которая рассматривает как рекламу по содержанию на предмет соответствия законодательству, каким-либо другим нормам регулирования, и также активно работает с претензиями граждан. На нашей практике жалоб к нам о том, что реклама обманула их не так много, скорее, это единицы и исключения. Бывают жалобы с просьбой разъяснить, что хотел сказать рекламодатель, бывают жалобы на целесообразность размещения той или иной рекламы вблизи тех или иных объектов, социальных, культурных и так далее. Ну, вот для этого мы создали саморегулируемую организацию с тем, чтобы работать с обращениями жителей, с гражданами работать и объяснять им позицию. С другой стороны, регулировать отрасль, чтобы не вызывать раздражение. Я бы здесь как бы солидаризировался с нашим гостем со своих позиций, реклама как-то разместителя в радиоэфире, что очень часто действительно ваши претензии, это я обращаюсь к нашей аудитории, они не к нам. Я имею в виду не к РУС, а он дур, который размещает рекламу, и не к нам, когда мы размещаем в нашем эфире. Потому что мы не можем, например, если пришел человек с некой рекламой, которая полностью соответствует закону, мы не можем ему отказать. У нас нет оставаний ему отказать. А как это работает, это уже не наша проблема, извините. Это ваша, к сожалению, наверное, для вас, ваша проблема, верить или не верить, проверять каким-то образом, если вы хотите, ну и так далее. Конечно, сам рекламодатель формирует образ своего продукта, бренда, и то, как он это делает, все-таки, это его ответственность. Мы же тоже получаем постоянно вот это. А, вот, вы там рекламировали, а это там какое-то лекарство, оно не помогает. Ну, что же я могу сделать? Ну, и отказать нам тоже мы не можем. Ну, нужно разобраться, правильно ли гражданин употребил это лекарство. Это вопрос всегда многогранный, и однозначного ответа никогда нет. Ну, да. Ну, так же, как и с аппаратурой какой-нибудь тоже включил нефту, сеть там. Хорошо. Бит, ну, еще, может быть, еще более сложный вопрос, это политическая реклама. Вот перед выборами, скажем, да? Есть такая, да. Есть такая. Есть ли у вас какие-то ограничения? Ну, они все прописаны в законе. То есть, политическую рекламу мы размещаем на основании заявок непосредственно, например, если мы говорим о, например, депутатской компании, там, в ЗАГС собрания, непосредственно по заявкам, собственно, кандидатов. Для этого кандидат должен быть зарегистрирован, там, оплачивает он это, естественно, из своего фонда. То есть, все это прописано в законе. То есть, все это прописано точно так же, как, скажем, в газетах или у нас на радио в эфире. Да, и мы букву закона соблюдаем неукоснительно. Слушайте, ну, ведь политическая реклама, я, например, очень часто вижу, ну, не буду называть там одну партию активную, вот, в которой висит реклама и вне компании, да? Вне выборных, избирательных. То есть, висит там, я не знаю, или лидер его, этой партии, или просто на ее название. Там еще очень часто на машинах там написано и так далее. То есть, это не подчиняется закону о выборах, да? Ну, это подчиняется закону о рекламе. Да, то есть, закон о рекламе не ограничивает право партии себя рекламировать вне избирательных компаний. Да. Да? И вы, если эта партия зарегистрирована, а если она не зарегистрирована? Если она не зарегистрирована, она не может быть у нас размещена и как партия. То есть, если это... А если, а как человек? В физические лица есть ограничения на размещение и рекламу физических лиц. Это вот дни рождения, должности и так далее. Опять же, все это в законе прописано. Серьезно? Да. Я не знал, что это все в законе прописано. Потому что я помню удивление... Ну, я еще помню, в Москве тогда жил и работал, помню, еще в 90-е годы, когда появилась первая реклама, там, по-моему, с объяснением любви, если я не ошибаюсь, на Новом Арбате. Может, я сейчас ошибаюсь, это в начале 90-х. Было такое, да. Помните, да? Это был такой не то чтобы шок, но это была полная неожиданность. Никто не ожидал, что это можно сделать в рекламе. Но это не противоречит закону. То есть, я могу через научную рекламу объясниться в любви или, наоборот, в ненависти. Нет, сейчас такая реклама ограничена. Ограничена, да. Ну, а с днем рождения можно поздравить. Нет. Я могу ошибаться, но нет. А так, а приходят люди с такими? Периодически, конечно. И вы что, отказываете? А? Вы отказываете? Мы объясняем, что можем мы разместить в рамках его заявки. Как это трансформировать в то, что не противоречит законодательству. Ну, там, любимая Оля, я тебя люблю. Нельзя. Интересно. А хочется ведь его сейчас. Это же так, да? А это дорого? Дорого стоит, но у людей есть, у многих, наверное, возможности. Ну, ведь вопрос в том, очень важный вопрос в том, чтобы реклама или желание разместить какую-то информацию одного тем более частного лица не нарушало права других. И поэтому, если такая реклама в большом количестве вызовет, есть такой термин, рекламный шум, вот, если световой шум, если это вот большое количество подобной рекламы выльется в такое, в некий шум, то это будет плохо и для отрасли, и для города. Это у горожан, опять же, будет раздражение. Поэтому я думаю, что такое не нужно никому. Вот там пришел вопрос, Викинси спрашивает, откуда в городе, ну, это странный вопрос, откуда в городе так много незаконной рекламы? Что такое незаконная реклама? Может, имеется в виду вот эти объявления? Да, да. Ну, незаконная реклама, на то она и незаконная, что мы не можем говорить о каком-то конечном перечне форм. Но есть проблема, естественно, с объявлениями, город с этим борется в рамках своих возможностей. Как это часто бывает, возможности тех, кто размещает незаконную рекламу, больше, чем возможности города с этим бороться. Но город последователен и борется с этим. Откуда? Ну, всегда есть спрос. Если есть спрос, его так или иначе удовлетворяют. Она сильно вам мешает? Безусловно, безусловно. Скажем так, незаконная реклама делится на две части. Незаконная реклама деятельности, которая и есть незаконная. Ну, это вопрос уже напрямую правоохранительных органов. Ну, давайте прямо говорить там проституция, скажем. И есть незаконная реклама, например, мы с вами видим концертные афиши, которые размещают на столбах, на трансформаторных будках. Ну, конечно, электрощит призван. Там размещается электрооборудование, это никак не рекламный носитель. Мы сейчас вынуждены прерваться не на рекламу, а на выпуск новостей. Комиссия Минздрава не видит оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой, директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина. Об этом заявила глава комиссии Елена Байбарина. По ее словам, комиссия нашла очень серьезные нарушения в работе врачей. До середины 2019 года они лечили детей по неэффективным протоколам. Светлана Варфоломеева возглавила НИИ в июне этого года. На прошлой неделе сотрудники центра записали видеообращение, в котором заявили, что новое руководство дестабилизирует работу всей онкологической службы и ставит под угрозу жизни детей, и пригрозили массовым увольнением. Некоторые родители пациентов поддержали врачи, они обратились к президенту Путину и заявили, что из-за конфликта с начальством врачи работают в стрессовом состоянии, а некоторые препараты родители онкобольных детей вынуждены покупать за свой счет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не является сторонником возвращения оккупированных территорий Донбасса военным путем и введения военного положения в стране. «Я шел на выборы, как президент мира», – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что не готов терять людей, поэтому выбрал дипломатический путь. Российские авиакомпании просят значительно ограничить режим открытого неба в аэропорту Санкт-Петербурга. В частности, предлагается ограничить доступ в Петербург иностранных лоукостеров, пишет газета «Ведомости». По сведениям издания Минтранса и вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, такие ограничения поддерживают. После того, как оператор Пулкова попросил правительству установить для аэропорта режим открытого неба, заявки на полеты из Санкт-Петербурга подали крупнейшие лоукостеры «Райнэйр», «Изиджет» и «Уизэйр». Сбербанк планирует существенно усилить защиту от внутренних утечек, пообещал глава банка Герман Греф, его цитирует «Интерфакс». По словам Грефа, проблема утечек – самая большая проблема в мире, и такое происходит даже в ЦРУ. На прошлой неделе стало известно об утечке персональных данных клиентов Сбербанка. Сначала банк сообщил о двух став скомпрометированных картах, позже их количество возросло до 5000. Все карты были перевыпущены. Служба безопасности банка вместе с полицией выявила виновника. Это руководитель одного из бизнес-подразделений Сбербанка, который имел доступ к базам и пытался украсть клиентскую информацию в корыстных целях. Генпрокуратура Германии сегодня выдаст ордер на арест человека, который открыл стрельбу у синагоги. Подозреваемый застрелил двух человек. Стрелявший снимал происходящее на видеокамеру. Видео в прямом эфире транслировалось на интернет-платформе Twitch. В момент преступления его смотрели пять человек. Организаторы чемпионата мира по регби в Японии отменили два матча из-за приближающегося тайфуна Хагибис. Обе встречи Новая Зеландия, Италия и Англия и Франция планировалось провести в субботу, 12 октября. Из-за тайфуна могут быть перенесены и гонки Формулы-1 Гран-при Японии в эти выходные. В Москве в ближайшие сутки облачно и небольшой дождь. Ночью плюс 7-9 градусов, завтра днем плюс 10, плюс 12. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Трудно поверить, что этот интеллигентный, высокообразованный человек – одна из самых скандальных фигур Русской Православной Церкви. Его деятельность вызывает полярные оценки. От наград за миссионерство и проповедование солидарности и терпимости до обвинений в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов. Но главное, он всегда откровенен и интересен. Протодиакон Андрей Кураев в дилетантских чтениях 17 октября в 19.30 в отеле Гильвеция. Действительно, билеты, приобретенные на сентябрьские чтения, которые были отменены из-за болезни Андрея Кураева. Справки по телефону 326-5353. Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат». Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Магистрат». Напоминаю, наш сегодняшний гость – Дмитрий Орлов, генеральный директор петербургского филиала, крупнейшей российской компании «Рус Аутдор», компанией, которая занимается наружной рекламой, размещением наружной рекламы. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы прервались на незаконной рекламе. Что такое незаконная? Мы определили вот эти маленькие, если это имел в виду наш слушатель, то понятно, нет, вернее так, не понятно. Вы сказали, что она вам все-таки мешает. А что она вам мешает, если она рекламирует то, что вы рекламировать не можете? Нет, я сказал то, что незаконная реклама, на которой размещена информация о незаконной деятельности, это напрямую у дел правоохранительных органов. И они с этим занимаются и борются. Реклама, скажем так, законной деятельности, я привел в пример, это плакаты афишные, концертные афиши, которые размещаются на столбах, на фасадах зданий, что так же мешает городскому облику. С этим борются уже городские власти, борются постоянно. Нам это, естественно, мешает, потому что это коммерческая деятельность. И мы бы с радостью эти бюджеты и этих заказчиков разместили бы на своих поверхностях. А они таким образом просто экономят деньги, я так понимаю. Понятно. К вопросу о том, что законно, что незаконно, ну и по поводу политической рекламы. Ну а вот, ну понятно, предвыборный период, зарегистрированные кандидаты. Вот завтра к вам придет Алексей Навальный и разместит просто название ФБК, фонд борьбы с коррупцией. Там его лицо, скажем, да и все, и вообще без слов даже, без агитации, без всего. Вы примете такую рекламу? Хороший вопрос, Виталий. Вот у меня сразу, думая, да, Алексей, Алексей Навальный, а ФБК, если юридическое лицо, либо то лицо, которое обратится к нам, соответствует закону, и тот рекламный контент будет также соответствовать закону, то у нас, я не вижу причин, по которым мы не разместим подобного рода рекламные постеры. То есть, если это зарегистрированное юрлицо, то информация соответствует законодательству, то, что может разместить это юрлицо. Конечно, мы коммерческая организация, поэтому любого, скажем так, добропорядочного контрагента мы с радостью разместим. Ну, знаете как, мы же видим одно дело закон, другое дело практика, или практика законоприменения, да, потому что мы же очень часто, знаете как, протестная акция в виде, там, даже с российским флагом, если это вы за, то, пожалуйста, идите, а если вы против, то российский флаг уже считается неким элементом протеста. Понимаете, это же очень, так это странно, вы с этим, наверное, не сталкивались. Ну, я вам скажу, что, да, про это много информации, особенно в интернете, но я вам скажу, что вот в период избирательных кампаний главный посыл и тезис наших органов исполнительной власти к нам, это было содержание рекламных конструкций в надлежащем виде. То есть, чтобы они были чистые, да, чтобы качественное было размещение, причем именно даже не политической рекламы, а в целом, чтобы город выглядел опрятно и, скажем так, приятно. Каких-либо ограничений идеологических, партийных и так далее мы не встречали. Ну, давайте теперь еще вернемся уже от политики к вашей такой коммерческой повседневной деятельности. Вот сейчас, например, телевидение жалуется, ну, как жалуется, это жизнь так идет вперед, например, что рекламные бюджеты уходят из телевидения в интернет. Ну, поскольку внимание людей переходит с телевизионного экрана там на экран компьютера. Я имею в виду, как вы оцениваете критерии эффективности вашей рекламы вот с точки зрения, вам мешает там тот же интернет или нет? Вы конкуренты? У вас есть конкуренты? Или, поскольку это наружная реклама, какой конкурент может быть улицы? Да, все равно все люди так или иначе ходят или едут по улицам, и, в общем-то, вы вне конкуренции в этом смысле. Виталий, мы с вами начали говорить о новых технологиях. Давайте, да, продолжим. Естественно, если посмотреть сугубо формально, то рекламный бюджет, он один. И любые каналы рекламы между собой конкурируют. Но если посмотреть на этот вопрос глубже, то, естественно, сегодня интернет – это наше все. Он развивается, давлеет. Мы видим, что и мы, и молодежь все в интернете. Поэтому мы, наверное, понимаем, о чем говорит и жалуется телевидение. С другой стороны, мы сегодня не стоим на месте, как я вам говорил. Также активно внедряем цифровые форматы, другие способы трансляции роликов, оценки. Больше, вам скажу, сегодня клиенты очень озабочены эффективностью, именно обратной связью, оценкой стоимости, контакта. Поэтому мы, естественно, активные участники этого процесса. И если вы меня спросите, где мы себя видим или как мы планируем развиваться, то я вам могу уверенно сказать, что мы бы хотели занимать уверенное второе место после интернета. Более того, мы верим в омниканальность и в синергетический эффект именно с интернетом, когда человек видит. Сегодня, в принципе, экономика, экономика услуг трансформируется от экономики товара, это экономики производителя, к экономике потребителя. Если мы с вами видим, что все больше производителей, все больше марок, брендов пытаются сделать персональное предложение каждому конкретному потребителю. Мы видим какие-то линейки, вот то, что мы видим в сфере, например, продуктов, это какие-то фермерские, экологически чистые товары, то есть ограниченные партии и так далее. Это все персонализация продукта. И здесь, естественно, у интернета огромный потенциал, огромный набор инструментов. У них есть персонализация рекламы. Но они есть и у нас. Персонализация рекламы в интернете. Потому что если я накануне искал, условно говоря, колбасу, то после этого у меня неделю будет выдавать рекламу колбасы. А у вас-то и тоже существуют такие технологии? Мы тоже идем и развиваем их. Поэтому мы верим. Вы же не знаете, на что я смотрю на улицу? На какую рекламу я смотрю? На колбасу или на сыр? Иногда знаем. Серьезно? А как же это замеряется? Чтобы не вдаваться в технические детали, В принципе, у всех у нас есть смартфоны, коммуникаторы. И существуют уже сейчас технологии, когда программа, специальное обеспечение, специальный софт, он фиксирует, какая реклама через интернет была показана вам на вашем смартфоне. И вы, приближаясь к нашей конструкции, мы получаем эту информацию и можем, если этот клиент есть у нас в сетке, мы покажем эту рекламу. Ну, так, чтобы просто сказать. Поэтому у нас тоже есть сейчас каналы и инструменты, как предложить что-то эксклюзивное. Я хотел вам, конечно, сказать, что мы бы с удовольствием вам не отдали второе место, но я понимаю, что у нас шансов мало. Я имею в виду у радио в данном случае. Нет, ну, конечно, надо в интернет выходить, иначе без интернета сейчас ничего не получится. Это правда. А скажите, пожалуйста, вот, вы говорите, вот, новые технологии, да, вот, люди, но у вас нет же замеров, да, таких относительно объективных. Замеров чего? Эффективности рекламы. Нет, есть, конечно. Да, у нас есть отдельные. В смысле, вот как увеличивается ли продажа, да, скажем, после того, как там клиент разместил какую-то рекламу, да? Ну, это делает сам клиент для себя. У нас есть данные, у нас есть несколько аналитических агентств, которые собирают данные, клиенты ими пользуются, и каждое для себя рекламное агентство, медийное агентство, они оценивают и предоставляют клиентам отчеты. Конечно, все это делается и для наружной рекламы в том числе. Слушайте, ну, вот мы с вами договаривались, что, может быть, мы спросим наших слушателей, если вдруг у них есть какие-то вопросы по этому, по этой теме, 244-91-50. Я напоминаю наш номер телефона эфирного. Вот вы же каждый день, я это обращаюсь уже к слушателям, сталкиваетесь с наружной рекламой. Вот мешает она вам, не мешает. Есть ли у вас вопросы к тем людям, которые вот вашей этой рекламой каждый день доводят до какого-то состояния? Или приятного, или неприятного. Да, мы не будем уж сразу за них все отвечать. Ольга Павловна, есть ли у нас звонки? У вас все не работает? Давайте посмотрим, есть ли звонки. Есть? Да, давайте, включите нам звонок. Если, Дмитрий, у вас не работают наушники, но мы сейчас вам быстро сделаем. Слушаю вас, добрый день. Добрый день, меня Роман зовут. Вот мне кажется, наш гость Дмитрий все-таки чего-то недоговаривает. Не договаривает Дмитрий? Да, когда вы пожестче стали спрашивать насчет политики и так далее, он что-то замедлился в разговоре, стал юлить по закону, можно, нельзя. Вот этим летом были, ну, выборная кампания там у нас в губернаторы. Еще до того, как Бортко выдвинулся, уже я видел по городу десятки счетов с ним уже висели. Понимаете? И в то же время мы периодически в газетах читаем, что во многих регионах, про Питер в частности я вот не помню, но что просто некоторые люди говорят, мы приходим, нашу рекламу просто под любым соусом не вешивают, говорят все, что угодно, просто говорят, нам сверху пришло указание, ваши портреты не вешать. Спасибо. Вот, пожалуйста, Дмитрий пусть ответит на этот вопрос. Сейчас Дмитрий ответит, он слышал ваш вопрос. А вы уже повесили трубку? Алло? Ну, хорошо, повесил. Да, Дмитрий, оправдывайтесь. Да. Кандидат Бортко, Владимир Бортко, он баллотировался от партии, а для кандидатов от партии немножко другой алгоритм и выдвижения, продвижения и возможностей. Поэтому он ничего не нарушил, и он размещался в строго отведенных законодательством, в параметрах и временных рамках. Да я так понял, что слушатель сказал, что он раньше времени появился, или там нет ограничений? Я думаю, что слушатель, это больше эмоционально, да, он появился раньше других, но если другие кандидаты, скажем так, разместились позже, то кандидат от КПРФ разместился ровно с стартом избирательной кампании. Ну что, увы, мы должны завершить. По поводу других регионов могу сказать. Понятно. Мы с вами говорим про Петербург, все-таки Петербург это не другой регион. Спасибо Дмитрию Орлову, генеральному директору петербургского филиала Руссо-Аутдор. Если у вас есть другие вопросы, напишите, мы передадим Дмитрию, а голос, микрофон, рефир мы передаем новостям.